Всякое творчество есть по сути своей молитва. Всякое творчество направлено в ухо Всевышнего. Так написал поэт Иосиф Бродский. Кто же они, творческие личности, и где источники их вдохновения? Поговорим об этом. Наш гость – режиссер и художник Александр Дольников. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Прежде чем говорить о роли творческих личностей в истории, хочу вас спросить. Как по-вашему, можно человека научить творить? Или это дар? Конечно, дар Божий. Потому что можно научить ремеслу, а таланта научить невозможно. Это как деньги. Либо есть, либо нет. Еще вопрос в том, какого масштаба, объема этот дар. Например, Пушкин. Велению Божию о муза, будь послушна. Это один масштаб. И, например, женщина, которая вяжет, вышивает цветочки для ребенка. Это другой уровень для домашнего обихода. Понимаете? Еще в этом предсказать. Но тоже дар. Но тоже это способности к творчеству, конечно. Но ведь есть же институты театральные, художественные, литературные даже. Да, конечно. Но там, понимаете, там обучают профессии, тому же ремеслу. А дар – это то, что свыше дается. Это немножко разные вещи. Профессия и, так сказать, способности, дарование, которое тебе дается свыше. Званые и избранные. Ну, наверное, да. Работая в Москве, вы были знакомы с творческими личностями, с великими актерами. С Иннокентием Смоктуновским, с Олегом Борисовым, с Евгением Евстигнеевым. Вот какое на вас впечатление они производили вне своих сценических образов? Да, мне повезло, конечно. Я попал как раз на стажировку в Московский художественный театр, когда театры разделились. Был женский Доронин, на Тверском бульваре остался. А мужской Олег Ефремов переехал в историческое здание в Камергерском переулке. И там собралась очень выдающаяся мощная трупа артистов. Смоктуновский, Попов, Олег Борисов, Евстигнеев, Любшин, Невинный, Мягков. Ну, всех не перечислишь. Ну, и, конечно, находиться с такими актерами, с такими людьми под одной крышей, работать с ними, общаться, это школа великолепнейшая. Например, могу вспомнить, где-то на второй день стажировки мне доверили сделать ввод в спектакль «Ретро Галина», в котором занят Евстигнеев Евгений Александрович. И я должен был вводить Георгия Епифанцева там сцены. Ну, я, значит, приехал утром, сел в лифт быстро, а там надо подняться на четвертый этаж. И натолкнулся на какого-то человека. Это был Евстигнеев. Я так извинился. И мы долго-долго поднимались на четвертый этаж. Я так стал рассматривать его, какой он. Интересно же, впервые в жизни так рядом. У него такой пиджак был коричневый, руки в карманах. И там монеты извинили, 15-копеечные. Он бегал на перерывах через дорогу на телеграф и звонил маме в горький Нижний Новгород, знать, как ее здоровье. И вообще он был похож на слесаря, сантехника. И сидел все время в кресле в зале зрителям и дремал, спал. Когда нужно было выйти на сцену, он выходил и сразу моментально играл все, что нужно. А потом опять садился в кресло и спал. У него было слабое сердце, он готовился, так сказать, бег к здоровью. Это один тип артистов. Второй, допустим, Олег Иванович Борисов. Этот, наоборот, очень подробно, тихо репетировал, постепенно входил в суть. Он хотел докопаться до самой сути, до самого донышка. Это такой тип. И каждый артист отличается. Но если про всех рассказывать, то не хватит одной передачи. Порой у зрителя складывается такое впечатление, что актеры, они произносят чужие тексты. Вам встречались актеры-философы? Я бы не сказал, что философы, но встречались артисты-умницы. Вот один из них был тот же Олег Иванович Борисов, о котором я говорю. Например, пример могу привести. В театре в то время шли споры о перестройке, о социализме, коммунизме. Олег Николаевич Ефремов, как известно, был герой соцтруда, лауреат, народный артист и член коммунистической партии. Он считал, что можно улучшить социализм, коммунизм. А Борисов, он над ним смеялся, потрунивал. Как можно утопию улучшить, Олег? Вот у меня лицо. Если я уродом родился, уродом и помру. Ну, мне могут сделать операцию, пластику. Но я же буду еще большим уродом. Я, конечно, больше был на стороне Борисова, потому что все-таки коммунизм – это и утопия была. И вообще в быту, в жизни, не только на сцене, он был удивительно умным человеком. Знаете, у Бориса Андреева, другого нашего великого артиста, есть такой афоризм. Он говорил, что мудрость приходит не сразу, но сразу и видно, к кому она не придет никогда. Вот Олег Иванович Борисов – это был умница, может быть, даже философ. Александр Васильевич, Андрей Тарковский, великий, достаточно холодно относился к актерам. А французский режиссер Робер Брессон их вовсе называл моделями. Как вы работаете с актерами? Они для вас кто? Понимаете, артисты, они тоже отличаются очень здорово друг от друга. Одни, такие, как, допустим, Марина Ниолова, она считает, что лучше, когда персонаж далеко от нее находится, от ее, так сказать, индивидуальности. Потому что она как бы наблюдает за ним со стороны, а потом вживается в него и изображает его на сцене, в театре, в кино. А есть другие артисты, которые пропускают роль через себя полностью. Такие, например, как Григорий Аковлевич Белосарковский, с которыми я сегодня репетирую, работаю, выпускаю спектакль Арбузова. Он пропускает роль полностью через себя. Идет от содержания, потом к форме какой-то. То есть они все разные. И надо подходить индивидуально каждому артисту. И мнение его учитывать. Не то, что мнение. И мнение, и вообще его способность, его сущность. Потому что это как отпечатки пальцев. Артисты все разные. Я вот такой, я придерживаюсь, понимаете, придерживаюсь русской, белорусской театральной школы, в которой главный режиссер выражает себя через артиста. И мне надо, чтобы он был живым на сцене. Когда он живой, тогда с ним можно работать. А если он, так сказать, как кукла, неподвижный, зажатый, ну это неинтересно. Вам как творческой личности есть разница, про что ставит спектакль? Про страсти, например, в Датском королевстве? Или про производственные будни рабочих и сельчан? Ведь и то, и другое может быть оторвано от действительности. Да, я понимаю. Ведь все пьесы, которые мы ставим в театре или в кино, это же все про нас, про нашу страну, про нашу действительность. Если даже время действия, допустим, 16 век или Дания, как в Гамлете, мы же говорим не о Дании, а говорим о нас, о нашем государстве. И поэтому всегда мы говорим о нашей действительности. А то, что касается, так сказать, либо это рабочие крестьяне, либо там профессора, либо это принц датский, все зависит еще от уровня драматургии. Насколько драматург интересный и глубоко копает во время, в человека, в психологию, в какие-то социальные проблемы. Насколько это современно сегодня звучит. Это много проблем, многогранная штука эта драматургия. То есть сцена – это в какой-то степени отражение жизни? Театр вообще – это зеркало жизни, только из которого удалено все скучное. Еще, я думаю, что в театре можно все, кроме скуки и порнухи, пошлости. Вот это исключается. – Скажите, а зачем раз за разом ставить, допустим, Чехова или Гоголя, а ведь пропадает какой-то элемент новизны? – Если бы современные писатели все писали как Чехов, я бы оставил только их. А так ведь, я уже затрагивал в предыдущем ответе, что важно, насколько это интересно сегодня. Допустим, я бы сейчас не ставил большие пьесы Чехова – «Вишневый сад», «Дядя Иванов», «Иванов». Мне интереснее его рассказы. Кстати, в Могиле я уже ставил спектакль «Антропос» по мотивам рассказов Чехова. «Крыжовник», «Чеховутляри» и «Унтерпришибеев». И спектакль очень хорошо принимался публикой. Так что Чехов современен по-прежнему. – Вы любите наблюдать за людьми? – Очень люблю. Постоянно. Вот сейчас наблюдаю за вами. Когда еду в общественном транспорте, наблюдаю за людьми. Допустим, в поезде ехал в Могилев, разговаривал с одним парнем. Он возвращался из Москвы в Могилев, потому что он водителем работает, искал работу, заработок. А дома здесь в Могилеве он помогает матери, сестре. Тут с работы у него не получилось. И вообще, это, кстати, проблема, почему люди уезжают из Беларуси на заработки в другие страны. Понимаете? И мне интересно, почему это существует. И потом меня еще в институте учили, как говорили, зыркать. То есть наблюдать за людьми. Это нужно для профессии актера и режиссера. – А вот наблюдая за людьми у вас не возникает такого чувства, что вы смотрите спектакль? – Ну, в какой-то степени да. Ведь весь мир – это театр, а мы в нем актеры, как говорил Шекспир. Конечно, в каком-то смысле это тоже театр. Но, правда, плохой театр, он и в жизни плохой. Понимаете? – То есть жизнь – это величайшая пьеса. – Ну, можно сказать, и так, наверное. Наверное, так. – Вот вечный спор. Художник должен быть голодным, или у него из-под пера должны вылетать бриллианты? – Ну, если художника морить голодом, он помрет. Вот, например, Ван Гог, он при жизни не продал ни одной картины. Так же и Модельяне. Модельяне на второй день после смерти вдруг стал продаваться. И весь Париж узнал о таком художнике, потом весь мир. Или, допустим, наш русский Павел Филонов – гений. Он умер от голода в блокадном Ленинграде во время войны. И, как писала его сестра, лежал один в единственном костюме на столе, а вокруг него стояли его картины, его шедевры, которые сейчас во всех мировых галереях выставлены. Но есть и обратные примеры, где когда великие художники были достаточно богаты. Например, тоже Микеланджело. Микеланджело, например. Или, вот знаете, загадка такая есть. Глаза боятся, руки делают. Кто это? Церетели, например. Вот тут богатый человек, но его работы, я, допустим, не поклонник его творчества. Например, вот то, что стоит Петр Первый на Москва-реке, это огромное. Им детей пугают, допустим, потому что он такой страшноватый немножко, огромнейшего размера. Но он тоже успешный человек, богатый. Так что творчество и богатство, собственно, материальное, не всегда не совпадают. В Могилевском драмтеатре вы ставите спектакль «Сказки старого Арбата» по Алексею Арбузову. На ваш взгляд, что в этой постановке должно зацепить зрителя? Вы знаете, есть еще одна такая загадка. Чем хорошая краска отличается от хорошей пьесы? Хорошая краска рано или поздно засыхает, а пьеса нет. Вот пьеса Арбузова «Сказки старого Арбата», она живая. До сих пор живая пьеса. И надеюсь, вы в этом убедитесь. Он еще при жизни, Алексей Арбузов говорил, утверждал, что нашему театру не хватает сердечности, азарта чувств простой человечности. Удивительно современно звучат эти слова, потому что сегодня наша жизнь наполнена негативом. И хочется какого-то света, хочется теплых человеческих отношений, доброго, здорового, юмора на сцене. Вот это все есть в пьесе Арбузовой. Александр Васильевич, вы реставрируете и пишете иконы. Как вы вообще открыли в себе такую потребность? Ну, все начинается с детства. Однажды в детстве, когда я жил еще в городе Вильнюси, во втором классе, кажется, я зашел в церковь православную и увидел обряд венчания. Я был поражен. Там какая-то невеста стояла, иконы вокруг свечи горели, хор пел. Это была какая-то сказка, какой-то другой мир. Меня это поразило. Потом уже в девятом классе посмотрел фильм Тарковского Андрея Рублева, который тоже меня поразил. И как-то потом я же работал художником-оформителем до поступления в институт на режиссуру. Работал на заводе Орджоникидзе в Минске, в банно-прачном объединении «Чайка». То есть агитировал народ ходить в баню. Но как-то вот, понимаете, икона, она как-то постоянно жила, жила, и вдруг вот как-то возникла потребность сначала реставрировать, потом же писать иконы. Я этим занимаюсь уже 20 лет, серьезно, профессионально. Очень много икон отреставрировал. Пишу иконы благотворительно чаще. Ну и на заказы, конечно. То есть это моя жизнь уже. Стала моей жизнью. Но Андрей Рублев Тарковского повлиял каким-то образом на ваш выбор, да? То есть творчество породило творчество. Выходит так. Но Тарковский вообще открывает новые миры. Все-таки что самое главное для творческого человека? Ну, по-моему, это вера в себя, это терпение, это труд. Девизом моей жизни является строчки Пушкина. Сегодня мы говорили о роли творческой личности в истории. И нашим гостем был режиссер и художник Александр Дольников. Здравствуйте. Запад есть Запад, Восток есть Восток. На месте они стоят и вряд ли друг к другу подвинутся. Так сказал когда-то британский писатель Родиард Киплинг. Так ли это? Чем Восток интересен для нас? Сможем ли мы что-либо перенять? Об этом мы сегодня будем говорить с преподавателем йоги, врачом-остеопатом Татьяной Громаховской. Татьяна, мы с тобой достаточно давно знакомы на ниве туризма, медицины. Целувечность. Да, но как случилось, что от серьезной медицины ты перешла к йоге, к Востоку? С чего это началось и почему? Ну, на самом деле я не перешла из медицины в йогу. Я достаточно много лет совмещала йогу и медицину. В принципе, в йогу я пришла случайно. Были проблемы с позвоночником, довольно выраженные боли, и я искала метод, которым я могу сама себе помочь. Случайно увидела объявление, что формируется группа йоги, и перешла на первое занятие. На занятие я пришла после суточного дежурства, достаточно напряженное дежурство, вполне уставшая, отзанималась и вдруг обнаружила. Чувствовала облегчение какое-то, да? Ну, во-первых, с позвоночником намного комфортнее, но больше всего меня поразило, что в результате занятия у меня ушла усталость после суточного дежурства. И, наверное, через полгода в год я почувствовала, что меняется характер, меняется отношение к стрессам. Я не конфликтую, я не вовлекаюсь в какие-то... Как бы спокойнее переношу рабочие стрессы. Но в нашей работе, в реанимации случается всякое. Но как-то уже изменилось отношение. То есть, я, что называется, на йогу подсела плотно. Начала кататься в... В основном в Украину я каталась на обучалке. Я ездила на ретриты плотной практики и на обучающие семинары. Ну и довольно быстро я начала вести свою группу. То есть стала преподавателем йоги. Но как минимум 10 лет я совмещала реанимацию и преподавание. Татьяна, если я правильно понял, выходит так, что, ну, как для многих людей, значит, йога – это какие-то асаны, это гибкость вроде бы как спорт. Но получается вот из того, что ты сейчас сказала, что это только первый, может быть, какой-то этап, а на самом деле воздействие и эффект гораздо глубже, так я понимаю. Ну, вообще количество мнений о йоге настолько широко. Для кого-то это вот именно гибкость, замороченные акробатические трюки, завернутые ноги. Кто-то представляет йогу, что это чисто сидение, дыхание и мантры. Для кого-то йога – это секта. Есть и такое понятие, что... Даже так, да? Да, да, да. Сравнивают, что у вас это секта. Нет, это не секта. Скорее можно сказать, что йога в современном обществе – это, скорее, стиль жизни. Название йога – это производится от санскритского слова «юдж». Один из смыслов, один из переводов слова «юдж» – это соединение. Можно считать, что йога – это практика, которая соединяет воедино духовное, материальное, ум и тело. Ну и вообще гармонизирует человека и окружающий мир. То есть можно сказать, что это часть восточной культуры. И человек, который, допустим, заинтересовавшись йогой, если он какое-то время выдержит, скажем, сколько-то месяцев, он тем получается и как-то раскрывает для себя и вот эту вот закрытую много времени для нас, может быть, восточную культуру как таковую, вот то, о чем ты говоришь. Конечно, когда люди практикуют йогу, но это, наверное, не только йоги касается, это касается вообще духовных восточных практик. Это и ушу, цигун, и даосизм, буддизм. Естественно, параллельно они начинают изучать, интересоваться, не столько изучать, сколько интересоваться культурой той страны, чью практику они используют. В принципе, ну, это вполне нормальное явление. Ты знаешь, кто первым популяризизатором йоги является на территории Европы? Нет, я вам скажу так. 19 век Шопенгауэр. Вот ты не поверишь, это был Шопенгауэр, который впервые начал... Это самый знаменитый философ Шопенгауэр, афоризмы которого мы так частенько упоминаем. То есть он как популяризатор йоги, а с чего вдруг? То есть получается, что люди, которые изучают философские проблемы, которые мыслят более широкими категориями, чем работа, семья, то, что мы видим перед глазами, волей-неволей обращают свой взгляд в сторону восточных практик. То есть Запад, получается, через Шопенгауэра вот таким философским взглядом начал приближать Восток к нему. Вот он был первым, да. В этом есть еще определенный минус, конечно, что это так широко сейчас распространено. Проблема в том, что выхолощиваясь за само понятие практики, в некоторых центрах это сводится просто к внешней физической обстановке. К внешней физической оболочке. То, с чего мы начали, что йога – это гибкость. А это, на самом деле, куда более широкое понятие. Вообще-то, в восточной культуре как таковой, поскольку мы говорим все-таки о Востоке и о йоге как о части культуры, именно присуща созерцательность, вот такая вот пассивность. Не такая, как у нас или как на Западе, скажем, мы деловые, торопящиеся. Вот как вот это совмещается? Интересно, насколько быстро человек начинает учиться, скажем, на чем-то сконцентрироваться. Ну, как в школах же, там у них есть даже целое занятие. Ставят ветку сакуры, и дети сколько-то времени, как в Японии, сколько-то времени просто созерцают. Запад – это рационализм, это прагматизм, это быстро активный ритм жизни, быстрая смена впечатлений. По пунктам все. У человека требуется все новое и новое впечатление. В Восток – сосредоточенность, плавность жизни, какая-то ритуальность. Да, но ведь западному человеку у него тоже есть потребность. Он работает интимно на рабочий день, у него есть потребность переключиться и отдохнуть. Другое дело, что мы этого не умеем. Человек приходит с активной работы, и момент переключения – это тоже не отдых. Новости, интернет, соцсети. Это другое действие получается. Это другое действие, которое поддерживает в том же напряжении и головной мозг, и тело. Или даже пойти в спортзал, в тренажерный зал. Это тоже напряжение. И внутреннее в том числе, да? Ведь, как говорится, вроде довольно навязчивая реклама, что надо сделать паузу, и пусть весь мир подождет. Не научить себя отдыхать, останавливать ментальную суету, останавливать физическую суету, то можно очень легко выйти вообще на проблемы, на неадекватное восприятие жизни. И до психостеней недалеко, и до прочих срывов неврозов, да? Да. А цель медитации, скорее, не только в размышлении. Это более широкое понятие. Цель медитации – это остановка внутреннего диалога. Попытки достигнуть ментальной тишины. Остановить свои мысли хоть на какое-то мгновение. Ведь, если взять любого человека, посадить его и попросить прислушаться к тому, что у него творится в голове. Водоворот. Неостанавливаемый водоворот. Рассматриваются старые проблемы. Рассматриваются, а вот если бы я сделал так, а если бы я поменял здесь так. Прошлая цепка держит, психологическая жвачка и так далее. Наед, настанавливаются какие-то сегодняшние моменты, планы на будущее. И ум, как беспокойная обезьяна, все время скачет, скачет и скачет. Неостановимый кубок получается. Остановить его невозможно. Так вот, практика медитации – это ряд психических упражнений, которые направлены именно на остановку ментального диалога. Вот мы говорим о восприятии нашей культуры, нас. Мы, как уже говорили, любим поговорить, поболтать. Там считается, что истину нельзя выразить словами, ее нужно только созерцать, открыть в себе. Вкус нельзя передать словами. Невозможно рассказать человеку, который никогда не пробовал сладкого, что такое вкус меда. Он этого не поймет. Более того, невозможно словами передать незрячему человеку, что такое свет. Да, так мы объясняем. Мы с тобой видим свет, но словами об этом мы можем рассказать. Очень сложно. Нашего языка на эти понятия не хватает. Наверное, есть люди и среди нас, там же в Индии, в Китае, которые достигли какого-то просветления и знают, о чем речь. Я думаю, что наш бедный язык тоже не позволит им рассказать так, чтобы мы поняли, что имеется в виду. Скорее всего, они могут только подсказать нам путь, к которому мы можем идти к знаниям. Когда готовились к распятию Иисуса за богохульство, за нарушение закона, Понтий Пилат увидел, что перед ним великий человек и спросил, что такое истина. И ответом было молчание. Вот мы говорили сегодня о том, возможно ли сближение, а не стояние на месте Востока и Запада. И, наверное, в этом направлении они будут двигаться навстречу друг друга. Да. Я понимаю. Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был врач-остеопат, преподаватель йоги Татьяна Громаховская. Субтитры подогнал «Симон»!